Итак, привет всем любителям бокса! Это Дмитрий Моисеев. И настало время очередного обзора боев и ставок. Теперь уже на ноябрь-декабрь 2016 года. Я тут неожиданно задержался и пропустил целые две недели. Так получилось, что по бою Пакьяо-Варгас был отдельный обзор на канале. И в принципе, я считаю, что с прогнозом я полностью был прав. Хотя мне там на канале написали, что что-то я там сказал неправильно. Интересно, что же, учитывая, что посыл к этому бою был таков, что даже нынешний, далеко уже не такой молодой и мотивированный Пакьяо, должен разбирать Варгаса. Ну, в группе я там дополнительно уже написал, что Мэнни, скорее всего, победит по очкам. Так в итоге и случилось. В прошедшие выходные Макгрегор Альварес, пожалуй, был самым интересным боем. На него я не делал обзор, потому что я прежде всего не знал, кто такой Эти Альварес, а времени и желания смотреть его в бою не было. Соответственно, я просто с интересом посмотрел этот бой и в очередной раз себя отметил, что да, конечно, Макгрегор на ближайшие годы однозначно будет номером один в плане интереса к нему, в плане помощи со стороны UFC, в плане раскрутки. Умеет он себя подать и умеет подтвердить предматчивающую милку в октагоне. Круто. Потому что, как я уже много раз говорил в своих письменных и видеоматериалах, современный бокс, ММА, ну, в целом бои, это уже далеко не только спорт, но и шоу-бизнес, то есть, безусловно, нужно уметь себя подать и продать. Коннеры это делают идеально. Несмотря на то, что две недели я пропустил, в ноябре-декабре нас ожидает огромное еще количество интереснейших, как со спортивной точки зрения боев, так и с точки зрения ставок. О них мы сейчас поговорим. И начнем мы, на мой взгляд, с самого интересного боя не только данных двух месяцев, но и это один из самых интересных и интригующих поединков за последние годы. Это Сергей Ковалев, Андрей Лор. Данному бою посвящен последний 34-м веке с боксинг-бэцблока. Там, в принципе, достаточно подробно я все разобрал. За исключением как раз ставок, потому что очень много хотелось об этом поединке сказать. Из-за этого некоторая каша у меня там образовалась в голове, соответственно, кое-что я забыл сказать. Самый главный момент – это то, что наконец-то к этому бою проводится первый конкурс прогнозов боксинг-бэцблока. Посмотрите 34-й выпуск. Там в начале все условия конкурса рассказаны. Приз – это футболка от бренда Крашер. Так что участвуйте. Что же касается ставок на этот бой. Значит, букмекеров. На данный момент небольшой фаворит Уорг. Примерно 1.95 на него, 2.05 на Ковалева. Еще примерно две недели назад и все в предыдущее время разница была чуть более существенна. Но, я так понимаю, сейчас российские поклонники будут ставить на Ковалева. Соответственно, я думаю, прям за пару дней до боев вполне возможно, что разница выргнется. Соответственно, если вы собираетесь ставить на Ковалева, это лучше было сделать до этого или вот прямо сейчас. Так как я, пожалуй, если соберусь, все-таки собираюсь ставить на Уорга, то, наверное, я подожду прям ближе к бою даты. Также интересна ставка на тотал по раундам больше. Тотал по раундам больше 9.5 раунда. 1.5 коэффициент. В принципе, неплохой, достаточно надежный коэффициент, учитывая, что, как я говорил в выпуске, Уорг в силу отсутствия сильного ударя не может победить досрочно, если, конечно, там не посечет, не травмирует Ковалева, но это предсказать невозможно. Сергей же, я думаю, не сможет победить досрочно, так как у Уорга достаточно вязкая высококлассная защита. Ну и как по моей ставке вы понимаете, я отдаю предпочтение небольшое Уоргу, думаю, он победит по очкам с небольшим перевесом. Моя аргументация в выпуске блога. Также мой письменный прогноз есть, опять же, под выпуском по бою Ковалев-Уорг и во всех страничках блога ВКонтакте и на Фейсбуке. Значит, 26 ноября не менее, пожалуй, интересный бой, но все-таки уступающий вышеназванному как в плане имен, так, возможно, и в плане спортивной составляющей. Хотя, может быть, этот бой мы недооценим. Значит, Василий Ломаченко и Николас Уолтерс. Расклад там примерно тоже в том плане, что мы имеем сверхтехничного, обладающего быстрыми руками, уникальным боксерским мышлением и рефлексами Ломаченко и более физически мощного, с более мощным ударом, на культеру Уолтерса. Но если в паре Ковалев-Уорг расклад примерно равный, то здесь у двух мейкеров есть явный фаворит. И это Василий Ломаченко, на которого коэффициент 1.22, тогда как на Уолтерса 5.3. И несмотря на то, что я абсолютно не сомневаюсь в том, что Ломаченко действительно уникальный боксер, который это уже доказал своими победами и своими титулами, но все-таки, учитывая, что Уолтерс это тоже непобежденный, офигенный чемпион, блин, но коэффициенты, на мой взгляд, должны быть чуть более равные. Как будет развиваться бой, как и в подробном анализе боя Ковалев-Уорг, я скажу, что однозначной уверенности и каких-то однозначных вариантов у меня нет. Здесь, как техничный хитрый стиль Василия может сыграть, так на самом деле нельзя исключать того, что все-таки Уолтерс удивит Васю своей мощью, своим ударом. Сегодня, когда в очередной раз зашел на страничку Уолтерса, удивился, какие же у него длиннющие руки. Боксер делился весовой категорией меньше 60 кг, у него длина рук 185 см, что там, знаете, не зазорно для средней веса, а то и для бойца в весах выше. Офигеть, конечно. В общем, расклад здесь такой. Я бы однозначно поставил на тотал по раунду больше. На победу Васи я бы ставить не стал, потому что коэффициент слишком маленький и не очень интересный. Учитывая, что все-таки однозначно в победе Василия, я не уверен. Конечно, велик шанс, что все-таки он победит по очкам, но, пожалуй, именно от этой ставки на победителя я воздержусь. Просто с интересом посмотрю на этот поединок. 3 декабря Денис Лебдев будет защищать свои титулы против россиянина Мурата Гасаева. Рябинский говорил, что жаль, что предстоит встречаться двум россиянам, но, с другой стороны, Гасаев заработал это право, соответственно, почему бы и нет. Опять же, зайдя на его страницу, удивился, насколько физически одаренный боксер, насколько он высоченный и длиннорукий. Значительно он превосходит в этих показателях Дениса. Тем не менее, считаю, что нынешний Лебдев это действительно сильнейший тяжеловес в мире, который нашел свой стиль, который в настоящий момент в себе максимально уверен, который физически классно готовится к поединкам. Конечно, Мурат выступает такой темной лошадкой. Насколько он может удивить, на самом деле и я однозначно сказать не могу. Тем не менее, считаю, что Денис большой явный фаворит, и все идет к тому, что он должен одерживать свою победу досрочно. Мое мнение такое. Десятого декабря целая россыпь интересных боев. Энтони Джошуа будет защищать свой титул против Эрика Малины. Мог в эти выходные пройти куда более интересный и куда более действительно значимый поединок Энтони Джошуа Владимира Кличко, но, к сожалению, не срослось. Соответственно, был выигран бывший соперник Уайлдером. Почему-то, ну не почему-то, Малина у меня в основном ассоциируется с этим. И несмотря на его относительно неожиданную классную победу на Дадамоке, букмекеры ему шансов никаких не дают. Коэффициент на победу Джошуа 1.04, на победу Малины 13. Я думаю, этот расклад соответствует действительности, и Энтони ждет очередная уверенная победа нокаутом, потому что Эринг не тот соперник, который победит атлетичного бочного Энтони. Далее, начинается дальнейшее разыгрывание освободившихся титулов Тайсона Фьюри, точнее, не дальнейшее, а начало данного процесса, Джозеф Паркетт, Энди Руиз. На мой взгляд, здесь расклад такой же, как и в свое время, когда разыгрывался титул IBF, когда, опять же, Фьюри был его лишен. Паркетт и Руиз оказались в нужное время, в нужном месте, соответственно, они разыграют данные титулы, хотя, по-хорошему, они должны были быть, в лучшем случае, претендентами. А тут, в любом случае, один из этих проспектов станет чемпионом. На мой взгляд, учитывая предыдущие победы, фаворитом является Паркет, и, я думаю, побеждать должен он. Хотя, что-то более конкретное, я сказать затрудняюсь. Теренс Кроуфорд, после своей большой, ну, одной из самых главных побед, выбрал легкий бой против Джона Малины. Малина, конечно, заслужила поединок своей относительно неожиданной победы над Руслана, но интриги в поединку это не добавляет. У букмекеров 1.01 на победу Роуфорда, и больше 20 на победу Малины. С точки зрения ставок, неинтересный бой. Роуфорд, естественно, победит, и посмотрим, что будет дальше, потому что, как ни крути, на мой взгляд, он один из основных претендентов на поединок с Пакьяво, который решил все-таки продолжать свою карьеру. Гришис Пангриц сказал, что самый вероятный бой для Пакьяво это реванш с Майвезером. Пока не знаю, насколько реален этот бой, но если данный бой не состоится, я думаю, что Роуфорд является самым вероятным претендентом под номером 2. Далее, UFC, Дэниел Корне будет защищать свой пояс против Энтони Джонсона. Это их уже второй бой. Джонсон первый поединок проиграл Корне. Тем не менее, чередой своих уверенных досрочных побед он снова заслужил право стать претендентом. На мой взгляд, заслужил его по делу. Однако, расклад, я считаю, в данном поединке поменяется вряд ли. Соответственно, учитывая высокий коэффициент на Корнее 1.74, нужно этим пользоваться и на это ставить. Далее, 17 декабря, также несколько интересных боев. Александр Усик будет защищать первый раз свой титул против достаточно сильного и неудобного Таби Сумчуну. Если вы помните, когда Усик поехал в Польшу, Глажевский, я выражал некоторые опасения относительно данного боя, так как все-таки у Усика был достаточно небольшой профессиональный опыт. И он не такой уникум, как Ломаченко. Тем не менее, победу он одержал уверенную. Если честно, произвел у меня огромное впечатление. И теперь я уже в нем как бы не сомневаюсь. Единственное, что, конечно, сильного уразового удара у него нет. Соответственно, думаю, что, скорее всего, Мчуну он победит по очкам. Далее, свой прощальный бой проводит Бернард Хопкинс. С одной стороны, его соперник Джо Смит из себя ничего особого не представляет. Опять же, обратил на себя внимание своей последней победы над фанфарой. Тем не менее, нужно не забывать, сколько Хопкинсу лет. И, естественно, если учитывать длинный простой Бернарда, его возраст, то это, конечно, просто феноменальный бой. И феноменальный соперник в лице Смита, которого выбрали для прощального боя. Сказать, что это стопроцентный легкий соперник для Бернарда, я точно не могу. И, на самом деле, да, Хопкинсу много раз были рассуждения, постарел, мог постареть и так далее. Из-за этого добавляли интригу в уединку. Поэтому глупость здесь обсуждать на этот счет. Я, на самом деле, просто желаю Бернарда провести успешный его прощальный бой. Он, в любом случае, уже в истории бокса и в зале славы. Победа ему. И просто понаблюдаем. Потому что пусть этот бой тускнеет на фоне лучших боев этих месяцов, но с точки зрения исторической значимости, все-таки это большой бой. И, из уважения Хопкинса, этот бой обязательно пропускать не надо. Ну и, наконец, в эти же выходные Александр Поветкин продолжает свою дорогу к титулу в поединке с Берменом Стиверном. Титул временного чемпиона на кону, так как у Адра травмировался. Кстати, так как объявить это дополнительно, я смысла не вижу. По предыдущим видео по отмене боя у Элдер Поветкин, я говорил, что подал иск в суд на сайт по номиналу.ру, который принадлежит ООО «Культурная служба». Обещал я держать вас в курсе по данному поводу. Ну что ж, итог таков, что суд я выиграл. Сказать, что как-то я уж сильно наказал по номиналу.ру, да нет. Но на самом деле с них будет в итоге взыскана сумма, в несколько раз превышающая стоимость билета, стоимость которого они мне достаточно долго не возвращали и доставили мне лишних хлопот. Теперь, ну, надеюсь, что судебные приставы исполнителей сработают не так безалабельно, как они у нас работают. И как только данная сумма мне поступит, надеюсь ее вложить, опять же, в блог, потому что огромное количество вещей, которые мне необходимы. В частности, большие проблемы у меня с компьютером, на котором я монтирую видео к блогу. Что касается Поветкина, то большой фаворит он в поединке, 1-13 на него, 7 на Стиверна. И расклад абсолютно правильный, потому что, ну, Стиверн, там сейчас вышла новость, что он был корман на каком-то запрещенном препарате, тем не менее, поединок состоится. Я думаю, не сыграет это никакой роли. Бер Мэйн никогда не был каким-то действительно сильным боксером. Просто, как я уже сегодня говорил, он оказался в нужное время, в нужном месте, выиграл Орелы и завоевал свой титул. Больше, я думаю, никакие серьезные титулы ему не светят. И вполне возможно, несмотря на то, что Стиверн очень крепкий боец, с очень крепкой головой, которая хорошо восстанавливается, я сделаю здесь... Извиняюсь, я думал, что видео отключилось. Я сделаю здесь достаточно прогноз такой рискованный, и предположу, что Поверкин может выиграть Стиверна досрочно, примерно в последний третий боя. Вот так вот. Ну и, наконец, 30 декабря. Бокс на этом заканчивается. Там интересный турнир UFC. Два X-чемпиона в тяжелом весе, Веласкис и Вердум, наконец, проводят реванш уже без титулов. Оба после своих поражений провели по одному победному поединку над одним и тем же соперником. В данном противостоянии букмекеры отдают преимущество Веласкису, 1.50 на него, 2.71 на Вердума. Я, насколько помню, уже подробно данный бой разбирал. И, знаете, Вердум первый поединок выиграл уверенно. Потому что Веласкис тогда допустил ряд ошибок в подготовке, плюс достаточно откровенно полетел вперед. Я такую же, примерно, ошибку в плане слишком откровенной атаки допустил потом Вердум в поединке с Миотичем. Поэтому я думаю, поединок здесь будет уже более осторожным, потому что обоим уже есть что терять. И поражение отбросит любого из них уже достаточно далеко, а годы-то уже не совсем маленькие, особенно у Вердума. Соответственно, поединок, я думаю, будет развиваться более осторожно. И здесь я вижу фаворит Веласкиса, который все-таки будет лучше смотреться в стойке, будет набирать очки. И я думаю, что Вердум не сможет его поймать на какой-либо свой мастерский прием в парте. И, соответственно, Веласкис, скорее всего, ну, опять же, я думаю, это достаточно рискованный прогноз, что мы увидим решение судей, если бы бой длился 5 раундов. Но это не чемпионский бой, поэтому там должно быть 3. Надеюсь, я здесь не ошибся, потому что точно сейчас я понимаю, что не посмотрел. Но я думаю, что мы увидим победу Веласкиса по очкам по итогам трех раундов. Ну и, наконец, главный бой под Новый год возвращается Ронда Роузи. Теперь уже не главная звезда UFC, потому что это место уже безоговорочно занято Макгрегором. И она будет оспаривать титул Аманды Нунис. После поражения Роузи Холл проиграла Тейт, Тейт проиграла Нунис. То есть, хозяйки в этом дивизионе нет, и хозяйка вроде как возвращается. Однако, несмотря на то, что букмекеров Ронда большой фаворит, 1.60 на нее, 2.43 на Нунис, я поостерегу здесь давать какие-либо прогнозы. Потому что, во-первых, ММА и в целом, UFC в частности, это, ну, как я не скрываю, достаточно сложная в прогнозе штука. Да еще и женские дивизионы. Там стабильности вообще нет. Стабильность была как раз Роузи, но возвращаясь в достаточно солидное время после простоя, я, например, не уверен, что она покажет такой уверенный, классный бой, как раньше. Ей есть что терять, ей есть что доказывать. А она тоже человек, она может волноваться, это может сказаться на ней. А Нунис, она и так прыгнула выше головы в последнем поединке. Вполне возможно, что прыгнет еще раз. Поэтому интересный бой под Новый год с прогнозом, на который я, пожалуй, поостерегусь. Вот такой расклад. Как всегда, оставляйте ваши комментарии, спорьте. Еще раз вас призываю участвовать в конкурсе прогнозов по бою Ковалев-Уорд. До новых встреч!